и еще я нарушу остановить Во-первых, без нарушений тут нет. Реагирование какое? Не понял, я просто не понял, какая митсубиси должна остановиться. Там рядом ехал еще одна. Ладно, а с судьбой есть кнопки. А, с номерами у меня все в порядке. Смотрите, есть пункт про дорожное движение. Номер не помню, там надо посмотреть. Там вот четко и ясно написано. Прежде чем сесть в автомобиль, водитель должен убедиться о том, что у него все в порядке. Я это сделал. Выпал? Ну, я уже не нарушил. Логично? Или как? Ну, в ПДД, если там почитать, что там написано? Что там написано? Я не знаю, что тут у вас нет. Таааак. Это значит, что на левом месте там. Так, что там? На наших... Что-что? Это так написано там? А что с количеством у нас? Ни сколько... Ну, вроде справа у них никто, что ли? Мы отреагируем. Скажать у вас, где тут идти. Смотрите. А дальше? Смотрите, тут... Мы просто ответили. Даже выделено. Еще и написано 2-9-В. Управлять транспортным средством, не зарегистрированным, не принадлежит этому средству. Принадлежит. Отключает другое? Стандарта. Закреплен, не установлен для этого места. Закрыть другими предметами или загрязнеть. Он мне не загрязнен. Ну, вообще там нет. Четко определить символы номерного знака. Знака. Знака с расстояния 20 метров. Знака. Передний знак есть. Мы сейчас говорим за заднюю. А чем они отличаются? Передний от заднего? Ничем. Правильно? Ну, так как есть же правильно установленное место должно быть и спереди и сзади. Ну, где? Давайте. Вы. Давай. Не, ну давайте мы же дискуссию ведем. Интересно. Вы. У нас. А его не большие, да? А его не большие, да? Правильно? С инструкциями и так далее. С какими инструкциями? Да еще одни докажи будут. Не священ? Да и стандартам. Правильно? Ооо. Так, а что там у меня стандартным? Он у меня, что с ним не так? Я гадаю, что по стандарту сзади обоисково також вы, как и спереди, не установлены. Вы догадываетесь? Я не сказал. Правильно. Вы прекрасно знаете нас, мы прекрасно знаем вас. Ребята, тут смотрите, 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 вы корректно общаетесь, это даже очень приятно. Я, видите, даже я корректно общаюсь, это нон, это нон. Я не хочу помнить себе отношения и настроения, не хочу портить вам. Мы прекрасно знаем. Ни в коем случае, ни в коем случае. Мы просто пишем, пишем контент, ребят, пишем контент. Смотрите, знаете, к чему я это... Смотрите. Вы же подъезжали там на буфет, помните? Я... Прошлым годом, прошлой зимой, или весной. Может даже в этом году. На Новобаварске подъезжали, со мной вот мы разговаривали, и я вас прекрасно помню. Я хорошо знаю, и вы наших сотрудников знаете, и мы знаем прекрасно вас, и наши сотрудники хорошо вас знают. Именно Тора. Поэтому, ну, вы прекрасно знаете, что сзади должен быть номер, ну, должен быть. Вы, я понимаю, что вы делаете контент на этом, вы на этом зарабатываете деньги. Смотрите, давайте, смотрите, смотрите. Первое, убираем деньги. Ну, я не знаю. Убираем. Вот у вас привычка всем... Это не наше. Послушайте, вы сказали. Первое, зарабатывание денег. Это мы убираем, у нас есть свой заработок, мы людям помогаем юридически. Второе, я, может, и знаю, но, к сожалению, люди, которые смотрят меня, моих коллег, они не могут понять, в чем разница между мною, между другими активистами и обычным водителем. Просто я не понимаю то же. Я, как водитель, я иду на общих основаниях. Я там уже не говорю, что там водос там или кто-то еще. Почему водителю выписывают за потертые номера, за то, что номер находится не в установленном месте. И это 170 гривен, как бы, ребята. Да, да, да. Почему нельзя сделать точно так же, как вот ко мне подошли, сказали, предупредили. Я вас не послал, я над вами не издевался, я вам не хамил. Увидели, понюхали, трезвые, не под наркотиками, все в порядке. Почему нельзя вот так вот водителя, обычного водителя, провести профилактическую беседу согласно закону о полиции 31-й... ...поступает на свое усмотрение. Я не могу... Смотрите, если бы мы сказали вам, объяснили, что ситуация, потом зачитали ваши права оргазности правильно... ...и пошла уже процедура рассмотрения, уже бы вы по-другому беседовали, правильно? Чего? Ну, потому что вы уже знаете, на вас ждет, так сказать, взыскание. Меня ждет? Ну, там, например. Меня ждет? Я вас умоляю. Ну, есть и вы, правильно? Так, а в чем вам мешает это сделать? Вы бы тогда сказали, я не предоставлю документы. Ну, вообще, предоставил бы. Ну, видите, предоставили, да. Ну, разговор уже по-другому. Нам ничего не мешает, мы просто прекрасно, мы прекрасно знаем вас, вы прекрасно знаете... Ребят, вы понимаете, к чему я клоню? Да. И еще интересно, если он рассмотрит... Я вообще не видел, так сказать, спросил... Ну, вы же не видите... ...за передачи автомобилей... Ну, если бы вы были, вот когда вы будете ехать за рулем? И мы автоматизмом власть. И вот там, там, ну, все. Да, да. Ну, там... Смотрите, разница в том, хотела вам сказать. Если бы уже дальше мы говорили, и... Если простой патруль остановил вас, то им надо написать. В посадовой инструкции они пишут, что он наличие за рулем. Вам тоже надо. Да, да, да. Все, все нарушили, но то-то зачитали... Не-не-не-не-не, тут же, смотрите, тут же... Отличия нету. Обычный патруль, необычный патруль. Вы, как... Тут же написано, патрульная полиция. Патрульная полиция. Просто вы другое чуть-чуть подразделение, у вас чуть-чуть другие совсем функциональные обязанности, и все. Но... Вы там... Не можете там оформить 130-ю. Вы не можете оформить евробляху. Вы... Вы не можете даже проводить розгляд справа. Потому что, объясняю... У нас есть инструкции. У нас есть инструкции. У нас есть инструкции, где четко и ясно прописано о том, чем вы занимаетесь и что вы можете сделать. Поэтому, как бы... Ну, может то, что я знаю, ребята. Понимаешь? К сожалению, к сожалению, очень мало, очень мало водителей, очень мало водителей, ну, не знают у нас законодательства. Вот, ну, не знаю, хоть ты убей. И... И мы... И мы это... Хотим, чтобы, конечно, и вы научились, и водители научились. И я хочу просто понять, в чем разница между мною и водителем. Почему? Водителю может патрульный полицейский, либо инспектор Тора вынести это же постановление. А мне не может. Вот я вот эту разницу хочу понять. Короче, разница между вами и простыми водителями, надо сказать. Объясняю, что вы, например, до конца готовы идти в суд, идти в управление, написать хлопотания, скаргу и тому подобное. А простые водители или у них нет времени, или они не хотят и тому подобное. Они не заинтересованы, может, в том, чтобы обоскаржить постановку. Я вам скажу другое. Не в этом дело. Дело в том, что, если бы штрафы были бы увеличены, хотя бы... Ну, где-то штраф составлял бы 3,5 тысячи. То, поверьте, вы, как полицейский, и с вас бы еще регрессом снимали, правильно, Алексей Михайлович? Снимали деньги и зарплаты, то вы бы уже задумывались бы, стоит ли, ну, просто так водителя остановить или нет. Без фактических данных. И водители, к сожалению, да, они не могут. Адвокаты очень дорогие, очень дорогие. Плюс судебный сбор там нормально, ну, капает. И, к сожалению, вот люди этого переживают. Вот когда будет увеличено и все, вы будете непосредственно еще тоже финансовую нести затраты в плане того, что... Конечно! Вот тогда вы уже будете задумываться. Вы правильно сказали, как бы, потому что, да, мы будем идти до конца, мы же отставим свои права. Да. Ну, вот видите, мы не просто так вас остановили. То есть даже человека, если не просто так остановишь... А вы знаете, что я могу физически не знать, что у меня не работает сзади лампочка, так как и впереди? Я не знаю, присутствует у меня передний или задний номер. Это тоже физически. Конечно, да. Можно? Да, конечно. Сейчас я докажу. Вы же понимаете, вы все знаете прекрасно. Вы знаете и ПДР, и законодательство. Это не всегда освобождает от ответственности. Все равно освобождает. Нет такого... В законе в ПДР прописано, что предупреждения нет. Правильно. Если написано... Все, 22-ая. Не по стандартам. 22-ая. У папы 22-ая. Малозначность. Это не столь вы... Как говорится. Вы же понимаете, вы же привязку сделаете, 121-ое, 2-ое, о том, что там же же идет повторность. Да, да. Вот и все. А как вы докажете, что я именно специально сделал или что-то? Ну... Вы же понимаете, нужно по номеру доказать о том, что... Вы знаете, предусмотрено ПДР другие средства, так сказать. Чего? Чтобы не нарушать в связи с этим. Правильно? Как, например, с светловыми покупательщиками, обладнанием. Вы имеете право в темную пору, чтобы вы вимкнуты... 19-ый пункт, ну правильно. ...с финализацию и до ближайшего пункта СТУ... Да. Да. Вопроса нет. Вопроса нет. Доказайте, в чем один прикол. Сложите, пожалуйста, на ваших приусах, Шкодах, Дастерах, бризовики должны присутствовать быть? Читаю. Мне тут одни полицейские сказали, что... Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Сейчас. Две минуты. По бризовикам. Вы там сильно не это... А то мне один полицейский заявил. Во-первых, с завода изготовителя они шли без бризовиков. Это, во-первых, оперативный транспортный засип. А во-вторых, они мне не нужны. Только тут другой вопрос. Точно такой же автомобиль, Жигули, неважно. 99-ка, десятка, копейка. Едет без бризовиков, бля, кому-то. И почему-то он получает постановление. Хотя, в пункте правильного движения... 30... Сейчас найду. Красавчик. 31... Там же за бризовики не посетят. Ну, там дальше надо искать. 31,4 на по... 31,4 стеклоочистители. Лампа. Так, 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 так. Сейчас я к чему. Внешние световые приборы. Неисправности. Рулевое управление нам не нужно. Не, по-моему, не 30... 31,4,5, наверное. Колеса шины на одну ось, на переднюю ось, передней оси. Двигатель... А, вот. 31,4,7. Это другие элементы. Значит, у нас вот идет... 31,4,7,Е. Отсульсия предусмотрения конструкторов бампер. Или заднее защитное устройство. Что такое защитное устройство, вы знаете? Надо почитать. Что такое защитное устройство? Да. Допустим. Грязьозащитные фартухи и близовики. Вы знаете между... Разницу между фартухом и близовиком? Вот, видите? Так вот. Тут не сказано даже... О оперативном транспортном следствии. Жигули, иномарка. Тут просто отсутствие. У вас же они отсутствуют, правильно? Ну, лагерь. Ну, вот. Ну, я же, вот. Смотрите. Что? Да, нафиг. Е. Сейчас, мужики, надо ролик дописать. Ну, блин, реально. Ну, реально, я хочу правду. Я не... Я не то, что... Ну, вы согласны, что в пункте ПДД написано? Нет. Что-то мы так... Да, да. Нет. Так я с вами корректно общаюсь. Так мы тоже корректно общаюсь. Вы когда не... Ну, вы же понимаете, да, почему я в грубой форме иногда нецензурную лайк... Вы же тоже. Вы же имеете конкретно... Мы умеем корректно. А вы умеете в грубой форме. Мы же тоже умеем в грубой форме. Ну, я... Вы же понимаете, что мы можем еще и по закону вас в грубой форме. А мы что же можем сказать? По закону в грубой форме? Вы думаете? Это не то. Я думаю, что нет. Ну, хорошего дня! Все... До свидания. вот вы снимаете контент нарушаете пожалуйста не занимает автохост но вы выехали на линию вот как я с номерами допустим не дай бог у меня там их нету а хотя я знаю что они у меня присутствуют ну может быть значит я буду сейчас что-то делать будем сейчас обращаться все удачи ребят ну как то так это пример того что мы с алексеем михайловичем показываем вам то что учите пожалуйста матчасть если вам нужна юридическая поддержка у нас здесь вот видео здесь есть ссылочка на наш чат надзор харьков вы туда можете написать адвокат там присутствует если он вам срочно нужен можете связаться со мной я более корректно конкретно уже с вами пообщаюсь и уже перенаправимся на адвоката это вот это видео это пример того что полицейские не хотят связываться с нами потому что благодаря вот этому человеку и еще группе адвокатов они в рамках закона ставят их на место то бишь разница суда и разница на дороге это очень большая то бишь все вы видели у нас есть ролики я к этому ролику поставлю у нас из две части есть рассмотрение дело за свет в управлении патрульной полиции на шевченко 26 и 7 хорошо вы скажете вот это просто банальный пример я спрашивал в чем разница между мною и обычным водителям кстати мы топим всегда за вас полицейские не захотели рассматривать проводить почему возможно не сильны в данном направлении так подождите а если бы на этом месте был бы обычный водитель ну наверно было бы на нишу как он представился оперативного регионе оперативное регионе 26 в действии окно позволяло приоткрыть дверь соответственно пример во львове посмотрели полицейские возможно применили уже протокол задержания потом возможно составили сто восемьдесят пятую 173 если бы не дай бог еще ровно начали ругаться не довольно кстати вы видели очень корректно даже общался даже ни одного мата не произносит их не сорок потому что потом руководству бы какими-то путями попыталась бы написать что вот это вот так какой-то какой-то супер был какой-нибудь там дело гонки в общем покрыть какие гонки я даже остановился на вы так у них как бы была какая-нибудь ориентировка не дай бог создана чтобы попытаться это я вот всегда я вот все равно не могу понять обычный водитель и я не будет не но обычный водитель и я я точно такой же водитель как и другие выводителя я точно также управляю переключаю этот конкретный тур и сказал что он переживает что вы пойдете до конца вы поняли в чем фишка вот в чем сила вот алексей михалыч манько который приезжает даже во время работы своей в перерыв у нас выйди сейчас материалы по поводу под знаки 334 мы тоже он там точно как очень красиво все рассказал ребята если вам нужна помощь пишите опять же говорю группа надзор хари там мы отреагируем приедем поможем если адвокат есть возможность он приезжает ну примерно вот так вот поэтому идите до конца обжалуйте постановление которые вам выносят вы хотя бы три-четыре постановления если обжалуете и еще может быть такая штука что практикуется возврат денежных средств а именно это судебный сбор у нас тоже такое правило да по моему тоже мы компенсируем уже есть практика мы можем все решения которые необходимо предоставить подписчикам самое главное диванные войска на них выписывают сто процентов поэтому надо вставать и свою имена личную позицию к тому что происходит как-то уже все-таки это вот 2695 пускай прочитают задумаются это только начало если не будет никакой реакции то потом уже не надо с тем что произойдет как-то ссориться с кем-то говорится что неужели это можно поэтому надо реагировать час изменять чтобы жить в хорошем будущем надо сейчас действовать в настоящем поэтому поэтому друзья вот такой маленький ролик вы знаете что делать ставим лайки подписываемся на канал но мы погнали дальше все всем пока